ну что всем добрый вечер добрый вечер скажите как меня слышно у нас сегодня интересная тема очень как хобби может изменить жизнь тема спонтанная которая пришла ко мне в голову раз пришла значит кому-то она очень нужна кому-то нужно ее услышать поэтому сегодня слушаем про это так сейчас все поправляю слышно и видно о таисия как я рада тебя видеть я надеюсь ты меня только слушаешь не смотришь на меня береги свои глаза так да как всегда потрясающее украшение я вам сегодня решила показать перед тем как начну рассказывать вам про хобби решила показать в действии замочек терышка помните я вам как-то его показывала вот таким образом его можно крепить вот можно менять длину изделия это нет короче да сергей моя любовь это моя пара моя 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 пара для меня они очень символичны очень много значит здесь каждый элемент не просто так но моей жизни принципе ничего просто так не бывает последнее время вот ну что давайте начнем какой артикул перышко не помню если честно какой-то 0 какой-то девчонки кто у меня из команды смотрит скажите какой артикул перышко напишите пожалуйста не знаю я беру из всего нашего царствует кого классно мне надо до 108 вот смотрите елизавета смотрите до 108 сити они еще есть еще в золотых золотишки есть их иногда нужно разработать первое время вот чтобы они хорошо расстегивались но на самом деле у меня с натуральным жемчугом а можно делать с майоркой да вообще с чем угодно так собственно говоря давайте вернемся к нашим к нашему хобби и к тому что мы хотим менять жизнь при помощи этого вообще я сегодня буду рассказывать не только про рукоделие вообще в целом про хобби любого формата любое хобби она играет очень важную роль в жизни человека это кто-то считает что хобби это такое занятие которое для развлечения нет она вообще ни разу не для развлечения в точении нет конечно же мы развлекаемся но изначально человек когда он выбирает хобби он не просто развлечься ходит разве хочет развлечься можно там как угодно можно сходить кино можно сходить в театр но сходи в театр низ это не станет вашим хобби не сразу возможно станет вашим хобби ходить туда на регулярной основе то есть это все-таки что-то что мы делаем на регулярной основе для того чтобы это поднимало нам настроение и снижало уровень стресса вот такое определение я хочу выдать вам что как я понимаю хобби как я его подразумеваю и что я в это понятие вкладываю хобби развивает человека но помогает ему найти единомышленников новых друзей я даже не побоюсь сказать что хобби формируют окружение очень часто наши и влияет на качество жизни если мы посмотрим на самых богатых людей планеты поверьте у них у каждого есть хобби независимо от того мужчина это или женщина если мы возьмем богатых мужчин мира сего чаще всего в списке их хобби вы найдете яхтинг вы найдете гольф гольф клубы в целом игру в гольф вы найдете разного плана интересные моменты где они не только отвлекаются от работы отвлекаются от какой-то рутины там вершаться порой самые крупные их бизнес сделки в релаксовой атмосфере непринужденной где кайфуют все ну то есть и редко кто идет играть в гольф из этих товарищей потому что ему нужно там какие-то сделки сделать нет они действительно кайфуют от этого и будет там что-то обговорено или нет это их в меньшей степени волнует они идут туда потому что они там находят и единомышленников людей которые мыслят как они которые имеют определенный там социальный возможно статус но это я сейчас говорю про какое-то что-то такое если говорить применимо к нам с вами это я вижу результаты даже по нашему творческому чату как девчонки которые впервые увиделись онлайн сейчас общаются друг с другом как старые знакомые как добрые друзья мы говорим на одном языке и я уверена что ну и не знаю там любая из девочек из нашего творческого чата напишет там девчонки я там ну аля из девчонки я из ростова я сейчас прилетаю в ижевс кто хочет встречаться я уверена что найдутся те кто ответят взаимностью и увидевшись в живую девчонки будут счастливы как люди которые не видели 100 миллиардов лет и проведут незабываемое время вместе за нескончаемыми разговорами потому что людям со схожими интересами а хобби это интерес всегда будет о чем поговорить вот собственно говоря давайте посмотрим вообще какие хобби люди выбирают ну мы с вами такие прекрасные выбрали хобби создать я из Ростова лучше в Питер но да и в Ижевске не было я тоже не была в Ижевске кстати хотела бы не знаю почему мне пришел в голову Ижевск надо наверное слетать чаще всего люди выбирают ну собственно говоря хобби для меня когда я говорю про хобби я чаще говорю про рукоделие но ведь хобби может быть каким угодно это может быть занятие спортом это может быть чтение книг это может быть изучение иностранных языков это выпечка это какое-то коллекционирование это охота и рыбалка ну конечно же конечно же это наше с вами рукоделие и да Оля я с вами согласна для нас оно самое прекрасное хобби возможно игроки в гольф могли бы с нами поспорить но мы не будем потому что каждому свое и у каждого хобби свое и мы в принципе впервые приходим в рукоделие чаще всего чтобы отвлечься от некой рутины в жизни если кто-то пришел в рукоделие не так расскажите я буду очень рада вашей истории потому что я такие слышу очень редко я действительно крайне редко слышу что истории такие есть когда человек родился и своей жизни не представлял без творческого ну то есть он прям родился и первое что он там когда начал держать в руках что-то это были ножички и цветная бумага и начал сразу человек что-то клеить я сколько себя помню я очень любила заниматься творчеством в принципе то есть я была очень творческим ребенком который там и клеил и лепил и вязал и рисовал и чего я только не делала и мне позволяли это делать мной это поддерживали мои родители мной занимались это было очень здорово и я не считала это хобби в детстве но в осознанном возрасте я пришла в хобби когда ну то есть я начинала начала развивать свои творческую вот эту составляющую когда мне хотелось найти какое-то занятие которое бы уносила меня из реальности я занимаюсь украшениями уже больше десяти лет а моему первому ребенку 11 но вы понимаете к чему я поклоню 11 с половиной в какой-то момент собственно говоря я из своей бурной прекрасной жизни там полные путешествия и работала в туризме нырнула в декрет и оттуда конечно первая как творческая моя деятельность была я пошла в визаж я шла туда исключительно за удовольствием я не шла туда зарабатывать деньги я не шла учиться визажи визажи для того чтобы там получить профессию израбатывать на этом вообще нет я шла туда чтобы кайфовать чтобы я могла накраситься сама чтобы я могла на фотосессии ходить которые я так любила это тоже кстати одно из моих хобби которые до сих пор практикую я шла чтобы отвлечься в том числе от той реальности которая была вот этот малыш каждый день день с рука в общем-то ничего не меняется муж хоть на работу я сижу дома с детям иногда гуляют как короче мне нужно было что-то делать я пошла в визаж но мне этого в какой-то момент показалось мало потому как визаж стал в какой-то момент для меня работы я я вдруг то есть это другая история не наверное не сегодняшняя но я в какой-то момент поняла что да а у меня классно получается да я могу на этом зарабатывать и это стало профессией это стало работой и достаточно непростой те кто работал в этой сфере ну или касаются этой сферы вы точно знаете сколько сил отнимают ранние подъемы сбора невест в 4 3 5 в 6 утра когда по выходным ваша семья не видит вас вообще по утрам дома потому что у вас одни сплошные невесты клиента фотосессии и так далее я начала вновь искать отдушину творческую я вспомнила я была на мастер-классе где увидел очень красивые украшения для невесты я влюбилась и я захотела создать что-то подобное своими руками я когда начала это дело я не думала к чему это меня приведет я шла за удовольствие я опять-таки хотела отвлечься от профессии визажиста уже на тот момент да и пришла в сферу украшений которую я начала потихоньку развивать развивала я ее параллельно сми как бы была работа визажистом и хобби украшения и вот это хобби украшения я сначала делала для себя я делала себе там какие-то сережки ободочки начала там делать родным подругам но и в какой-то момент соответственно начала это предлагать своим клиенткам невестам в общем и дальше я поняла что собственно говоря и эта история мне тоже нравится потому как я долго занималась визажером мне в какой-то момент захотелось остановиться мне захотелось второго ребенка второго декрета и нужно было придумывать что-то ну как бы когда ты привыкаешь к тому что ты зарабатываешь и свои деньги у тебя есть ты не можешь какой-то момент как все я готова не работать независимо от того сколько в этот момент зарабатывать твой муж такая реализация для тебя вот и я решила что окей все вот я направляю свой фокус внимания больше на украшения чем на визаж именно в этот момент хобби казалось бы начала превращаться в работу но здесь был маленький момент где я прекратил ну то есть где я скажем так тормознула себя и не стала делать украшения по большей части в какой-то момент для удовольствия не задумываясь окупят ли их я начала творить хотя бы половину своих украшений такими какими я хотела их видеть то что приходило мне в голову после прощения каких-то книг просмотр каких-то фильмов в разные моменты жизни то есть я я из этого все таки не стала делать прямо работу и я захотела почувствовать себя создателем да то есть вот я креатор я создатель и те украшения и как бы я какой-то момент заметила что те украшения которые я делаю ну как бы для себя где у меня чистое вдохновение полет фантазии где я вообще не задумываясь о том кто это может купить их стали покупать чаще но это моя история она не обязательно к исполнению всеми вообще часто мы приходим вот в наше рукоделие чтобы как я уже сказала отвлечься от рутины и почувствовать себя полезной почувствовать себя нужной и почувствовать себя создателем вот скажите мне пожалуйста у кого были такие мысли что я хочу почувствовать себя нужной вот я пришла в рукоделие и когда я начала создавать я почувствовала себя нужной я вас всех благодарю за мои за комплименты моим украшением очень приятно потому что вот эта история когда мы творим что-то руками ну блин согласитесь вот как бы когда мы сидим дома ну вот возьмем этот пресловутый декрет ну многие из вас в нем сидели кому-то предстоит те кому предстоит особенно это наматывайте на ус что в какой-то момент вам будет казаться что то что вы делаете дома как бы это окей это норма и это конечно нужно но вам об этом не говорят ну не всем говорит там муж дома боже какой борщ ты сварила ой ты моя богиня ну я очень рада если ваш муж так говорит мой говорит то не всегда так говорил да то есть сидеть дома с малышом это норма ты должна ты женщина ты должна и как бы ты не можешь говорить что ты устала потому что это не работа ну ты же сама хотела этого ребенка ты же его как бы себе рожала вот и сиди и занимайся им вот и в какой-то момент ты понимаешь что тебе ну хочется быть нужной и хочется чтобы тебе кто-то хвалил он бешеные декреты не скачал ты же на самом деле у меня тоже были бешеные декреты всегда и вообще сумасшедший энерджайзер но все равно возникает день сурка даже при самых бешеных темпах ритмах особенно когда у вас нет няни и помощи этого просто не избежать вот и чаще всего два пути людей приходящих в создание украшений это либо в декрете либо на работе когда вы работаете работа работаю вас такая работа до в дом работа дом работа дом и вообще еще какая-нибудь работа там где-нибудь где очень много надо думать или ну когда вас загружают и вы прямо просто пухнете когда у вас вообще личной жизни нет вот тут в какой-то момент тело говорит давай займемся хобби давай придумаем какой-то ход пойдем украшения делать и ты такой окей тело давай я с тобой согласна давай пойдем идем на youtube смотрим первые ролики делаем свой первый чокер иду к таниса на интенсив по созданию чокеров кстати говоря мы с вами 3 ноября старту вместе кто у нас здесь новички 3 ноября мы с вами стартуем в безоплатный интенсив по созданию шикарного сета из двух чокеров там будет не только ну то есть этот интенсив придет не только новичкам но и старичкам понятное дело что старички умеют делать чокеры даже не обсуждается но мы там говорим там не только практическая часть я там еще немножечко говорю про такую энергетическую психологическую историю ну и вообще поддержать старичкам новичков будет приятно это как баланс брать давать этому миру ведь однажды когда-то кто-то поддержал вас вот поэтому кто еще не зарегистрирован настоятельно рекомендую зарегистрироваться в общем не суть мы значит ищем себе какие-то мастер-классы либо мы сразу ныряем в обучение потому что мы хотим основательно что же мы просто так хобби будем заниматься нам надо чтобы нас научили чтоб мы сразу правильно мы же вообще все хорошие девочки с вами отличницы которым мама привила что если ты делаешь что-то ты должен делать это хорошо поэтому мы с вами идем в обучение собственно говоря и это и неплохо потому что в том же самом декрете или даже между работой дом у нас не так много времени чтобы перелопатить неимоверное количество информации которые сейчас есть в сети и чтобы в конце концов понять как же делается тот самый чокер а уж и не только чокера еще хочется что-нибудь этакое замутить понимаете вот я уже больше десяти лет занимаюсь этим а сегодня делала то что хотела делать много лет и наконец у меня получилось идеально я считаю вот когда доточу это идеальное сделаю вам курс по работу с нитью вот пока что этой техники у меня в курсах нет я думаю что это отдельная история новичка рановато но это ладно вообще хобби какой-то момент начинает повышать нашу мотивацию когда мы ныряем в это хобби мы находим смысл жизни потому что опять же очень многие из нас какой-то момент находит себя том же декрете или после работы лежа на диване где вообще ноль желания встать с этого дивана ты чувствуешь себя опустошенной как бы отдавший все и не получивший ничего взамен и если в декрете тебя плач ребенка конечно поднимет с этого дивана и ты никуда не денешься и пойдешь но как только он уснет да если нет мотивации ты ляжешь обратно и муж лежать смотреть в одну точку в потолке и чувствуешь себя самой несчастной гонять вот мысли в голове вообще всяко разное неприятные чаще всего вот и хобби становится таким действием которое станет вашей мотивации и она вновь оставит вас наедине со своими мыслями но эти мысли уже будут совершенно другого характера для меня ну я знаю для многих из вас создание украшений это своего рода медитация я реально кайфую тот момент когда я что-то делаю естественно я делаю это в хорошем настроении не знаю независимо от того какая погода я думаю над чем-то и мне порой и я не знаю возможно вы наверняка попадаете в такое состояние где ты в какой-то момент кухоп доделал чокер не помнишь как это происходило и где ты был те 10 минут что ты делал то есть а руки то все сделали но где ты был в этот момент ты не помнишь а ты был где-то в глубинах вообще своего подсознания кайфовал процесса от создания украшений да и очнуться среди среди ночи тоже и вот это вот медитативное состояние она имеет очень крутое воздействие на ваши мысли на ваши нейронные связи и тут даже не зависит от того чем вы занимаетесь каким хобби вы занимаетесь потому что для кого вот наши с вами рукоделие стала работой где вы с утра до вечера работаете а я знаю таких мастеров которые утром встает вышивают пришивают и к вечеру валится с ног и для них вот это вот все уже не хобби они ищут себе другие хобби это обратная сторона медали для тех у кого этого слишком много хобби становится в жизни например вы идете на танцы какие дикие танцы и это становится вашим хобби так вот даже в самом диком танце то все равно в какой-то момент соединяйтесь со своим вообще подсознательно и идете в медитативное состояние вы когда я не знаю даже когда вы начинаете только это делать и не знаю когда вы разучиваете движение ваш мозг в этот момент не думает ни о чем больше а только об этом и когда вы вдруг вот эту механику ловите когда вы можете танцевать даже не задумываясь о том как 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 этого комбинация движений должна быть просто ваше тело уже словила все в этот момент вы улетаете медитацию от своего хобби пусть это будет танец или там какой-то спорт или еще что-то даже прогулка это бег это тоже хобби очень классная очень полезная но не для всех вот и в эти моменты ваше подсознание уводит все там стрессы и тревоги на второй план оставляя только вас наедине с вашими мыслями поэтому хобби это прям ну очень крутая практика для некоторых даже медитации становятся хобби ну когда они начинают ее там практиковать каждый денег больше других хобби нет вот медитацией начинает сначала практиковать какую-то одну медитацию потом не начинают книги читать по медитации потом они начинают в разные медитации практиковать ну и собственно говоря происходит еще один интересный момент вообще когда мы начинаем заниматься каким-либо хобби, нам приходится социализироваться, вот хотите вы это или нет, чем бы вы ни занимались, вы в какой-то момент все равно начинаете взаимодействовать с людьми, вы идете в обучение, вы идете в чатики, вы идете в сообщества, в какие-то клубы, вы начинаете взаимодействовать с людьми, которым интересно то же самое, что и вам, потому что, ну, это очень здорово, ну, когда есть человек, ну, предположим, это ваша вторая половинка, там ваш партнер, которому вы рассказываете о том, ну, не знаю, какое классное у вас хобби, и хотите с ним поделиться, и он даже слушает вас, слушает вас вежливо и даже вникает, ну, давайте вот, ну, будем откровенными, если ваш муж рыбак и начинает вам рассказывать про крючки, фигнюшки, я даже не знаю, как они называются, вы и так будете, да, 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 классно, но потом подумайте, господи, лучше бы ты с рыбаками об этом поговорил, я тебя не понимаю. Точно так же и ваш муж, вы ему можете сто пятьсот лет рассказывать про жемчуг, какой он бывает, и что есть роде, и позолото, представляешь, и т-т-т-т-т-т-т, он послушает вас, будет крайне рад за вас, что вы настолько увлечены, но так, как вы это сможете обсудить с единомышленницами, вы не сможете обсудить это с мужем, ну, просто потому что он не понимает этого, и это нормально, именно поэтому мы создаём сообщество, поэтому мы создаём клубы и чатики, мы хотим разговаривать с людьми, мы хотим делиться разными техниками создания, даже если мы медитируем, вы пойдёте в чатик медитаторов, где кто-то скажет, я медитировал на Тибете, сейчас я вам расскажу, какой у меня был опыт, и все такие, вау, кайф, да, кто-то скажет, а я там был на Випассане 10 лет, хотя бы 10 лет молчал, но, видимо, и такие тоже бывают, и это тоже крутой опыт, который будет интересен только тем, кому он интересен, вот, поэтому мы кайфуем от того, что люди говорят на нашем языке, с нами, да, мы идём и ныряем в этот опыт, потому что нам нравится, нам нравится быть услышанным, нам нравится, что встречаясь в оффлайне, мы можем глазами мркнуть, и нас все поняли, да, и это очень круто, за это я очень люблю, наш творческий чат, и именно это привело меня к тому, что я вот буквально очень надеюсь, что завтра, ну крайне, наверное, послезавтра анонсирую свой женский клуб, он не будет связан с рукоделием напрямую, он будет про женщин, для женщин в очень широком его понятии, но я точно знаю на себе, какую роль играет сообщество в нашей жизни, и как оно может возвести, вознести нас на совершенно другие ступени в жизни. я прошла через несколько клубов в хорошем смысле, мы заходим в определенный клуб в какой-то момент, и мы находим там ответы на свои вопросы, никогда люди не собираются просто так в одном месте, они всегда притягиваются для чего-то, я, наверное, в клубах начала состоять год от 2018, они были разные, с разными людьми, когда ты дорастаешь до какой-то ступеньки, где ты понимаешь, что все, вот мне нужно что-то новое, ты идешь в новый клуб, потом там ничего в какой-то, и это очень здорово, мы действительно помогаем друг другу и растем друг об друга, и вот это состояние общности и сообщества, оно дает нам ощущение причастности к чему-то большему вообще в этой жизни, и, собственно говоря, в какой-то момент именно это неизбежно ведет нас к ощущению уверенности в себе, вы понимаете, вот, ну, вы заходите в некий клуб, вы заходите в некий чат, вот даже наш творческий чатик в ВК, вот все, кто там есть, 100% на мне это подтвердят, что где-то ты не уверен в своем профессионализме, там, кто-то пишет, там, покритикуйте меня, покидайте в меня камни, никто не приходит и не говорит, похвалите меня, смотрите, какая я молодец, почему-то все боятся этой критики, но в какой-то момент они получают похвалу, да, то есть, ну, человек пришел такой, покидайте в меня камни, а ведь где ты не уверен в том, что ты круто делаешь, всегда найдется тот, для кого твой уровень мастерства, это уровень Бог, он там где-то только начал, а тебе кажется, что вот это вот, ну, это все могут, нет, не все, и один раз тебя поддержит, второй раз тебя поддержит, третий раз тебя поддержит, и ты вдруг, оп, и где-то у тебя что-то меняется в сознании, ты становишься увереннее в себе, вот, ну, просто потому, что тебя поддержали, и больше, вот, когда ты эту уверенность в себе ловишь, как говорится, когда ты ее увидел в себе, ты ее не можешь больше развидеть обратно, когда ты словил я молодец, ты никому больше в жизни не дашь тебе сказать что-то другое, ты будешь уверен в себе, и вот этот стержень, эта уверенность даже в обычном творческом чатике, она может очень круто повлиять на всю твою жизнь, и вот даже здесь и сейчас, будучи уверенным, поймав этот стержень, что я профессионал, в своем деле, как минимум в том, что я создаю украшения, ты там на работе начальнику не позволишь тебе сказать, что ты какая-то там не такая, потому что ты найдешь слова, поняв их однажды, как ответить об уровне своего профессионализма кому бы то ни было. Вот. Поэтому собирайтесь в наш творческий чатик, кому интересно, доходите, заходите и до клуба, и я даже вижу, когда мы проводим интенсивы, вот у нас есть чат интенсива, и даже там девчонки находят друг друга, видят ценные слова для себя, находят себе друзей, подруг, подруг, да, то есть и люди, которые, казалось бы, не имели никакой возможности до этого встретиться, при этом живя в тем же, в одинаково, в одном и том же городе, они вдруг находят друг друга, и потом оказывается, из этого вырастают вообще совершенно крутейшие там коллаборации, или дружба на всю жизнь, или там, я не знаю, это может стать вот, ну, чем угодно, элементарно, вы там где-то встречаетесь, две девочки, у одной девочки есть брат неженатый, а вы такая вся незамужняя, и вот так вот, оп, могут вершиться судьбы. На самом деле, сила сообщества, это невероятная сила, и когда, ну, если мы возьмем далеко назад, когда наши предки жили там деревнями, сила сообщества была колоссальная, мы все друг друга поддерживали, мы, ну, это было, ну, я не знаю, дома строили всей деревней, ну, потому что это было нормально, и так же, как и здесь, и сейчас, ну, за что я люблю наш чат, за вот это неимоверное количество поддержки, какие там только ситуации у девочек не происходят, и с клиентами, и иногда, знаете, для тех, у кого такого не происходило, вы почитаете, как это было у ваших коллег по цеху, и будете знать, что с этим делать, когда это, не дай бог, случится с вами, когда вам там клиент какую-то гадость напишет, как на это реагировать, вообще, что думать, может быть, вы прокачаетесь настолько, что вам и думать про это будет не нужно. Вот, ну и, собственно говоря, да, конечно же, любое хобби мы можем превратить в источник дополнительного дохода, а то и основного дохода. Да, это нормально. Вообще, для нас генетически это норма, превращать хобби в источник дохода. Опять же, возвращаясь вот туда-назад, туда, где наши пра-пра-пра-пра-пра жили там деревенской общиной, это еще там, давайте возьмем какое-то докрещение Руси временно, чтобы вы понимали, насколько дозад мы копнем. Каждый занимался своим делом. Были плотники, были кузнецы, были там белошвейки, кого только не было, были там немоверные вышивальщицы. И каждый занимался своим делом и имел возможность реализовывать плоды своих трудов, так или иначе. Чаще, конечно, все-таки у нас была такая патриархальная история, да, чаще мужчинам доварили реализовываться. Кузнецам и плотникам было легче реализоваться, женщины реализовывались несколько иначе. Но даже при этом грамотные мужчины продавали изделия своих женщин, зарабатывая семье на пропитание. Женщинам самим не всегда это приходилось делать, все-таки, конечно, у них чаще всего для этого был мужчина, но эту деталь мы сейчас опустим, потому что мы живем не в то время. Но суть в том, что любое наше дело, которым мы занимались от души, а тогда люди выбирали дело, занятие, они его душой выбирали. То есть это либо из поколения в поколение было, либо они реально выбирали, а что я хочу делать, что мне нравится делать, мне нравится, не знаю, кузнецам, мне нравится ковать металл, я пойду в это, да, то есть опять же украшения, какие красивые ковали из драгоценных металлов в том числе, да, какие красивые там кокошники женщины вышивали. Не все умели это делать, нет. Были те, кто классно крестиком вышивает, были те, кто классно ткет, кто-то делал клевые, там, не знаю, сорочки шил, да, а кто-то кокошники. Ну, то есть у каждого было свое занятие. Мы выбирали его душой и реализовывали его, ну, как бы за деньги, да, за деньги, да. Вот. И интересно, что мы с вами идем вот в эту тему истории. Вообще, если еще копнуть глубже, вообще про хобби. Как бы странно это не звучало, но хобби изначально вообще появилось у женщин. У мужчин не было хобби и до сих пор у многих его нет. Знаете, почему? Давайте вот прям сейчас дам вам полминутки подумать на тему, почему хобби появилось у женщин. Есть варианты? Почему вообще мы сейчас с вами, вот прекрасные мои женщины, рассуждаем тут о хобби? Есть идеи? Или я выдаю вам все секреты сразу? Да, Людмила, вы просто бинго! У мужчин не было времени на хобби! Не было! А у женщин оно было. Да, Вероника, у мужчин не было времени на хобби. Нет, Оля, не для реализации. Женщины делали это из-за того, что у них какой-то момент было на это время. Соответственно, женщина такая, ну, даже сейчас, вот женщина такая в декрете, о, время появилось. Женщина, ребенок уснул маленький, она такая, о, время появилось. У нее там суп в мультиварке варится, она такая, о, время свободное появилось. У мужчин нет свободного времени, мужчины всегда чем-то заняты. Ну, по крайней мере, они и так считают. И у них, вот, наверное, те мужчины, у которых появляется свободное время, они идут играть в гольф, ну, или, собственно говоря, они находят себе хобби. И сейчас там, если раньше там рыбалка и охота, добывательство было, ну, как бы, работой, сейчас стало для многих хобби. Вот. Но, действительно, вот, женщина в зимнее время, чаще всего, была ограничена своими четырьмя стенами, своей избушкой, но не могла никуда выйти. Ну, как бы, ей там делать было нечего. И они таки собирались, ну, давайте тут вот это будем прясть, давайте повышиваем. Понятно дело, что это была, там, необходимость. Ну, им же надо было в чем-то ходить. Мужчины не добывали ниоткуда, там, женщины перерабатывали продукты, которые мужчины выращивали. Ну, там тоже шерсть, да, они там обстригли этих овец, и дальше женщина должна была из нее сделать, там, ниточку и что-то связать. Ну, подумайте над тем, что женщина могла просто соткать ковер, ну, какой-нибудь, вообще, какой угодно, там, ну, как вот где-то когда-то, там, циновку у них делали. Но ведь женщина сделала из этого творческий процесс. Она же начала рисунком это делать, она же начала туда вкладывать сакральные символы, создавать обереги. То есть, ну, как бы, женщина не просто из нужды это делала, да, им нужно было что-то делать, но они из этого сделали процесс эге-гей, и это прекрасно. И именно этим мы с вами занимаемся сейчас, в наше время. Мы не просто создаем предметы, одежды, аксессуаров, мы с вами магию создаем, мы с вами обереги создаем, мы вкладываем энергию наших ручек в это творчество, в это хобби. И заметьте, опять же, чаще хобби к нам приходит в зимний период времени. Не знаю, почему, но это факт. Действительно, мы зимой, ну, как бы, у нас там какие-то огороды заканчиваются, мы не хотим идти гулять, потому что холодно. Мы сидим в тех же четырех стенах, мы такие, чем бы заняться? А пойду-ка я на курс таница хобби. Стану-ка я мастером украшений. Ну, мы действительно зимой чаще всего чем-то хотим заниматься. Я по себе это знаю, что большая часть моих хобби приходила ко мне в зимний период времени, потому что летом ты всегда найдешь, чем занять свое свободное время. И да, мы действительно феи. Вот, а еще если смотреть, ну, как бы, окей, мы вот посмотрели с вами на супердревние времена, но у нас есть генетическая память всех поколений, и поколение советское, но нам вообще близко, оно не так далеко было. Кто-то из вас, как я, успели его застать. В советское время наличие хобби очень сильно поощрялось. То есть ты как бы работал на работе, на заводе, у тебя должно было быть хобби. Вспомните своих бабушек и дедушек, учащих дедушек, которые марки коррекционировали. Блин, как я любила эти марки, детстве, я с прадедушкой, эти там альбомы, гашеные марки, негашеные, господи, там, они за этими марками искали там какую-то марку, выписывали ее с другого конца вообще земли. Не нужна была эта марка, вот эти вот, это было просто, это было классным хобби. Ты показывал себя экспертом, коллекционером, и в общем, в общем, эта история очень сильно и активно поощрялась, поэтому она в нас тоже есть, она в наших ближайших прадедушках, прабабушках и бабушках-дедушках, и даже через родителей к нам с молоком матери впитана иметь хобби. Это хорошо. Хотя сейчас в наше время мы не пытаемся выделиться за счет хобби, сказать, я помимо работы еще и хобби занимаюсь, смотри, какая молодец. Сейчас мы занимаемся хобби, чтобы свой маленький мир создать в первую очередь для себя, чтобы побыть наедине с собой. Сколько из вас людей создают украшения в стол? Вообще их даже не продают, потому что это не первое, ради чего вы приходите в хобби. Я вам честно скажу, когда вы идете в создание украшений ради денег, это точно не про хобби. Вообще, когда вы во что-либо идете ради денег, это не про хобби. И чаще всего, что касается украшений, это не первое очередное, что вас должно вести, потому что если вы приходите в создание украшений ради денег, есть шанс, что у вас ничего не получится. Если в вас нет огонька, если у вас нет желания быть, проявляться творчески, создавать что-то уникальное, больших денег на этом очень сложно заработать. Нет, можно, конечно, для этого и вложения нужны большие. Маркетинг на того, кто горит своим делом, кто будет делать вам рекламу, платить там блогерам и всем остальным. Но это скорее не про тех, кто приходит с минимальной суммой в создание украшений только потому, что у них руки трясутся, как я хочу создать колье своими руками. Я хочу сделать это для своей дочки, я хочу сделать это для себя. Да, я не могу себе позволить вот это, но я могу что-то подобное повторить и кайфовать от этого. Вот. Поэтому мы идем в хобби, когда наша душа этого просит. Мы его ищем для души, это хобби. И сейчас, ну, опять же, я сейчас немножечко в эзотерику пойду. Мир очень сильно меняется из 3D в 4D пространство. Наши души, они больше не хотят плоско мыслить. Они не про деньги во многом. Они начинают про совсем другое. Они хотят реализации, они хотят нового уровня развития. И мы в момент вот этой вот рукоделия, мы познаем какой-то свой мир, свой внутренний мир. И мы получаем ответы на волнующие нас вопросы в этот момент. Я вот сегодня делала это колье. И в какой-то момент поняла, что вот руки делают, а я вообще где-то далеко. У меня такое состояние часто во сне. Ну вот. Вот этот живой сон в жизни — это прикольно. Вот. И дает интересные результаты. Ну а уж когда довольные клиенты, они обожают плоды нашего творчества и всячески нам об этом говорят, мы вообще просто до состояния полной нирваны улетаем вообще. И понять вас сможет только человек, который хоть раз в жизни испытывал вот эту эйфорию от благодарности клиента за то, что вы вообще сделали его день, за то, что вы сделали его жизнь. Вы иногда… Вы понимаете, что своими украшениями вы не только свою жизнь меняете, вы можете изменить жизнь человека вообще, тотально. Вы понимаете, что вы можете создать такое колье, в котором девушка вышла и встретила любовь всей своей жизни. А без этого колье он бы на неё теоретически мог даже не посмотреть. Ну вот привлекло внимание сначала там колье да кольте, а потом он хоп в глаза посмотрел и всё. Магия случилась. И это вы делаете это. Ой, прикольно. Что-то у меня в ВКонтакте такие прям… Магия случилась. Вы это видели? Что это было клёвое такое? Вау, круто. Скажите мне, вы это видели, вот этот вот фейерверк? Или это только я видела? Прикольно. Магия. Вообще, так интересно. Фантастика. Я не знаю, как это произошло. Я не делала этого, девочки, представляете? Вау. Вот, понимаете, какая магия творится? Блин, девчонки, в инсте, сорян, но там ВКонтакте был салют, когда я сказала магия, я этого не делала. Вот она, вот она магия. Так вот, ровно так же, по щелчку пальцев, вы создаете магию для других людей. Блин, никогда в жизни не сравнивайте ручную работу с любой фабричной историей. Друзья мои, ну вот я, ну, подробно там рассказывала своих сторис о путешествии в Китай, я не буду делать там от этого, ну, какой-то там прямой эфир на эту тему, но я вам скажу так, что те изделия, которые делают китайские китайцы. Ну, нет там энергии, они это делают маржинально, они делают это, потому что это их работа, они работают, они работают, они без устали работают с утра до вечера, они ничего туда не вкладывают, там нет магии в этом. И никогда в жизни, там, не знаю, заровское украшение не даст такого эффекта, как украшение, сделанное своими руками. Ну, никогда нет в нем энергии столько, сколько есть в том, что мы делаем. Поэтому, когда мы идем во всю вот эту историю создания украшений, мы меняем не только свою жизнь, мы меняем жизнь людей. И как я вам сказала, когда говорила про сообщество, мы растем друг об друга, так же и с нашими клиентами. Вы понимаете, когда вы меняете жизнь их, они своей энергией благодарности понимают вас и вашу душу на совершенно новый уровень. Вот именно так происходит Level Up. Как ВКонтакте вам зайти, там, походу, интереснее. Заходите к нам ВКонтакте, набирайте Танис и Хобби, там сто процентов высветится наша группа, там идет тот же самый прямой эфир. И вам придется посмотреть его в записи, чтобы на моменте магии вы увидели салют. Это было очень круто. Вот. Поэтому никогда не забывайте о том, что мы творцы, творцы своей вселенной. А когда мы создаем вселенную вокруг себя, понимаете, вот, ну, я создаю свой маленький мир волшебный. Юля, Оля, Таня, Яна создают свой маленький мир. Но когда мы тесно друг к другу, ну, мы живем там в одном городе, в одной стране, эти миры, они начинают создавать один большущий крутой мир полной магии. И если нас станет больше, то вот этих вот людей безжизненных, без энергии, их станет меньше. Не смогут существовать. Это как история про банку с маринованными огурцами. Когда в маринованные огурцы попадает свежий огурец, он тоже маринуется. Вот если мы с вами будем нести вот эту вот всю историю в мир, да, эту красоту, доброту, любовь, она будет распространяться по-любому. Вот. Как салют получил? Я не знаю, как салют получился. Я не знаю, как это произошло. Но это была магия. Я так могу. Поэтому приходите ко мне в клуб, буду учить вас творить магию. У нас с вами есть еще 10 минут. Задавайте вопросы, поотвечаю. Если хотите, попытаюсь порассказать вам немножечко про клуб. Могу порассказать про обучение, могу порассказывать про интенсив. Новинки вы уже на мне посмотрели. Это вот в разделе новинок. Ищите подвесочки. Они волшебные. Они, между прочим, с масонским символом. Очень сильные. Если вы не готовы к изменениям в своей жизни, не это, не надевайте. Про клуб хочется послушать. Значит, расскажу. Я вам честно могу сказать. Я не готовлюсь к рассказам про клуб. Я вот готовилась как хобби менять жизнь, да, вот как-то структурно. Про это я готовлюсь. Все, что сейчас происходит в моем поле, то, что я рассказываю, рассказываю у себя на личной странице. Татьяна Полудина. Я, кстати, везде Татьяна Полудина. Меня можно так найти в Телеграме, ВКонтакте, в Инста, которая запрещена. Короче, везде меня можно найти под этим ником. Эта идея про клуб пришла ко мне благодаря вам в том числе. Действительно, когда я на разных обучениях, нас все просят спроси у своего окружения, зачем они к тебе приходят, чего они от тебя хотят. И каждый раз я очень сильно удивлялась ответом на этот вопрос, потому что я думала, что ко мне приходят за украшениями, а ко мне, оказывается, большая часть людей приходит за советом и за энергией. И это меня всегда вводило в ступор, в состояние самозванца. Вот это то, о чем мы говорили с вами не раз, где я говорила, да ну вы что, я же просто, да я же ничего не делаю, да что в этом такого? Ну вот узнавайте сейчас здесь и сейчас себя, да? А потом я начала вести вот эти эфиры для вас, потому что мне уже чуть меньше, чем через месяц, 39 лет. Я за это время, мне кажется, прожила не одну жизнь. Я столько всего повидала и испробовала на себе, что когда я рассказываю вообще все, что со мной происходило и происходит, и те, кто следит за мной, тоже обалдевают, как я умудряюсь быть там сегодня тут, завтра там, и еще в процессе проходить еще что-то, во мне копится огромное количество знаний, и вот этот вот просто пласт, он вырвался сначала на вас, вот на эти прямые эфиры, которые я не прекращу вести, даже несмотря на то, что появится клуб. Мне найдется чем поделиться со всеми. Но если здесь мы чаще с вами говорим на рукодельной темы, и как бы когда начали трогать какие-то психологические истории, я стала получать вашу же обратную связь, что мой прямой эфир разменил мир, изменил жизнь, я не знаю, повлиял, какие-то правильные слова были сказаны, эфиры до слез вас доводят, и меня с вами в том числе вспомните в последний эфир, перед этим эфир, где я вместе с вами совершенно не за... ну, как бы искренне делилась чем-то, да, и это выводит меня на искренние слезы, ну, потому что я вообще такой человек, ну, как бы я не умею врать, и я вижу вранье, я вижу, когда мне врут. Вот, мои эфиры заряжают вас вдохновением, да, Людмила? И я поняла, что мне хочется создать такое комьюнити, такое сообщество не только для рукодельницы, оно будет шире, оно будет просто для женщин, где я буду делиться очень многими нюансами, моментами, важными вещами на постоянной основе. за относительно небольшую плату я вам могу озвучить ее 1246 рублей ежемесячная, вот эта вот сумма позволяет быть 30 дней в клубе. Сумма магическая, она достаточно, ну, то есть она минимальна за то, что я буду там давать, и за то, сколько вы всего там получите. Как минимум, начиная от того, что я вам расскажу, а я буду говорить и про деньги, и про отношения, и про бизнес, и про путешествия. Вот, да что отклик будет, про то и будем говорить. Я думаю, надо вам обнародовать план первого месяца, или вы так нырнете в эту историю здесь и сейчас. Это будет закрытый телеграм-канал, не канал, а именно телеграм-чат, группа, где буду я, лично я, с вами, как подружка, и будете вы, где будете вы друг для друга, в том числе. Как попасть? Я, Валерия, я прям вот, я думала, что я вам после этого эфира дам ссылку, но так как вы же понимаете, что я очень такая вся спонтанная, я вот это все придумала в субботу, что вот все, пора. И улетела на женский круг в Москву. И, в общем, моя замечательная семья, она же моя команда, мои технические, ну, то есть, мои хочушки технически реализуют. У меня мысль быстрее идет, чем мы все это делаем. Но мы, вот честно, мы все подготовили, чат на самом деле уже есть. Я просто хочу, чтобы это было вам удобно, вы зашли, оплатили с карты, хоть с кредитной, хоть с какой, вот, и попали, и все, и вы в поле. Вот, и как бы каждый месяц, у нас не будет истории с, типа, автоматической подпиской, ну, знаете, как часто бывает, где вы такие забыли, что у вас какая-то автоматическая подписка, с вас деньги списали, независимо от того, хотите вы оставаться или нет, у нас все будет очень сильно по любви, и продление, это будет ваша ответственность, если вы будете хотеть еще остаться, мы вам будем, конечно, напоминать об этом, очень вежливо, очень мягко, но если вы будете хотеть остаться, вы будете продлевать и оставаться с нами. И 1246, это вот минимальная цена, с которой я буду пускать сейчас людей, вот в ближайший этот месяц. Какой она будет дальше потом, для тех, кто будет вступать дальше, я не знаю, но для тех, кто придет сначала, я планировала зафиксировать эту сумму, ну, на какой-то период времени точно, потому что это моя благодарность вам за веру в меня, потому что вы сейчас ныряете в то, о чем еще я не знаю, и как это будет, и, да, там не нужно быть рукодельницей, для этого нужно достаточно просто быть женщиной, мужчин там не будет, мы будем говорить о нашем, о женском, о секретах, о чем-то таком, о чем мы часто молчим, и порой даже лучшие подруги боимся сказать, не говорю уже про маму, но здесь у вас будет возможность быть собой, высказываться, и я уверена, что это вырастет у нас в нечто большее, потому что, как я уже писала сегодня в своих сторис, в моей голове это уже развилось до состояния оффлайн-встреч, каких-то путешествий совместных, и я вам точно могу сказать, что я благодаря подобным клубам, женским встречам, я очень сильно выросла, когда у нас часто у многих из нас есть запрос на новое окружение, где его взять, если у вас работа-дом, дом-работа, а еще круче, если у вас декрет, я вам вот искренне могу сказать, что вот с коляской на улице я еще никого не встретила из подруг по жизни, ну вообще, я вообще, у меня фобия на детской площадке, на мамок, на детской площадке, никого не хочу обидеть, но блин, я иногда вообще в шоке от всех этих людей, я предпочитала ходить с коляской где-то одна, только чтобы не контактировать вот с большей частью этих прекрасных женщин на детской площадке, вот, но запрос-то на окружение был, вот я шла в клубы, я его находила, я находила эту поддержку, и я видела людей, которые в разы там богаче меня, реализованнее меня, если вы думаете, что я вот всегда такая готова была выходить в прямые ощущения, эфиры вообще разговаривать с людьми, да нет, вообще ни разу, это пришло ко мне благодаря тем людям, которые меня окружали, благодаря тем людям, которые меня поддерживали, которые меня, ну я не знаю, которые видели во мне то, что я не видела в себе сама, и я очень благодарна вот всем людям на моем пути, которые делали мне и хорошо, и плохо, потому что благодаря этим людям я стала той, кем я стала, и у меня появилась потребность, возможно, стать той, которая изменит вашу жизнь какими-то своими словами, каким-то своим опытом, который я уже прожила, и которым я могу с вами поделиться, вот и все, вот так родилась идея создать клуб, и от рождения идеи еще недели не прошло, как я готова буду туда вас позвать, когда у меня ссылка заработает, и мне надо ее проверить, потому что я перед эфиром не проверила, работает она или нет, но я вам обещаю, вас уверяю, везде она появится, я напишу об этом в нашем творческом чате в ВК, и для тех, кто, девчонки, переживает, что там, меня станет меньше в чате творчества, и я не думаю, я не думаю, это будет про разные, мы не будем обсуждать творческие процессы в женском этом чате, для этого есть творческий чат, у нас там мастеров, вообще ответов на вопросы миллион, для этого у нас есть там, я знаю, ютуб-канал, таниса хобби-канал, у нас что только нету, чтобы обсуждать творчество, вот в клубе я хочу уйти в такой мир, где будем только мы с вами, там не, нет, я не буду сейчас говорить, там не будет, он не будет каким-то там, знаете, там, мы не будем с вами дышать маткой, все такое, вообще не про это, вообще нет, хотя, если надо будет, я вам и про такой опыт расскажу, если будет запрос, я разный опыт в своей жизни переживала, вот, мне есть о чем рассказать, я хочу, этой общинсти, я хочу поддержки, я знаю, что очень многим из вас, ее в этой жизни не хватает, вот, а мы сможем поддержать друг друга, я уверена, что вы сможете найти себе не только онлайн подруг, но и с некоторыми, вы обязательно увидитесь оффлайн в этой жизни, и кто-то, возможно, уже даже в зрелом возрасте, станет для вас лучшей подругой, потому что я точно знаю, как это бывает, и некоторые из моих лучших подруг пришли ко мне в мою жизнь, вот сейчас, когда мне 38, они не со школы, со школы у меня одна, то, это волшебство, а с университета и вообще, как-то вообще все просто знакомы, таких вот близких, по духу близких людей, их очень, их очень тяжело встретить, и даже то, что вот вы сейчас сидите в прямом эфире, в инстаграме или вконтакте, и смотрите меня, это все вообще не случайно, какая-то сила вас привела, чтобы вы пришли, зависли, послушали, остались, и услышали, ведь кто-то пришел и ушел, и вообще не услышал то, о чем я сейчас говорю, а вы здесь сейчас слушайте, даже если вас тут совсем немного, это целая большая история для нашего мира, вот, ну я предлагаю на сегодня заканчивать, потому что я с вами уже больше часа с удовольствием болтаю, по Москве уже 21.02, мне пора, и я думаю, что вам пора, вот, вот эти вдохновение, умиротворение, сижу, слушаю эфир, рисую, хотя никогда в жизни этого не делала, вот, Таня, именно про это я, вот, ну, я не знаю, как это работает, наверное, и про голос мы с вами в клубе обязательно поговорим, все запишу, чтобы не забыть эту тему, или напомните мне, кто в клуб придет, что я вам обещала рассказать про голос, но, и мой голос имеет какую-то терапевтичную историю, но он не всегда был таким, и ваш голос обязательно однажды, будет терапевтичен в этом мире для многих людей, сохранен эфир будет, я прямо сейчас его завершу, сохраню, и настоятельно вам рекомендую его посмотреть, и поделиться с теми, с кем вы посчитаете нужным, я так понимаю, в институте это можно будет сделать таким самолетиком, типа, ребята, рекомендую посмотреть эфир, и это я сейчас не прошу вообще про рекламу, ни про какую, очень хотите, делитесь, просто когда мы распространяем что-то клевое, нам возвращается, и, возможно, в вашем окружении есть люди, которым нужно это услышать, есть женщины, которым нужно это услышать, нужно быть поддержанными, вот, все, мои прекрасные, всем доброго вечера, ну, я, как всегда, жду вас, Таниса Хобби, хе-хе-хе-хе,